Учения и конференция, посвященные оказанию массовой неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях, прошли 7 октября в Московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Особенность чрезвычайных ситуаций – большое число пострадавших с тяжелыми, множественными и сочетанными травмами. Высокая летальность на догоспитальном этапе и в стационаре. Всероссийская тренировка по отработке действий в чрезвычайных ситуациях была межведомственным мероприятием, в котором приняли участие подразделения МИНЧС России. На территории института имени Склифосовского был развернут полевой медицинский лагерь, где медики и спасатели демонстрировали возможности взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Здесь есть образцы новой пожарно-спасательной техники, которая у нас отрабатывает различного рода происшествия, как непосредственно на воде, так и на земле, при обрушении, при пожарах. То есть здесь различного рода случаются ситуации. Современная пожарно-спасательная техника – это сложнейший комплекс оборудования. В учениях были задействованы специальные аварийно-спасательные автомобили среднего класса Спаса-6. Здесь у нас находится электрогенератор, который дает освещение на ту мачту. Ну и вообще от него работает просто. Различное другое оборудование, которое электрическое. Отбойники. Также у нас здесь запасные баллоны с воздухом, бензопила с цепью с победитовой, которая не боится гвоздей. Подушки пневматические и органы управления к ним для поднятия плит при завалах. Здесь спасательное оборудование для спуска потерпевших с высот. У них есть тент, который натягивается, когда люди прыгают. Для спасения людей несколько сотрудников, шесть человек держат на руках для быстрого спасения, когда нет времени для установки автолестницы или нет возможности, потому что есть проблемы, знаете, что машины везде ставят и деревья не всегда можно установить специальные средства для спасения. Вот для этих случаев есть кубы жизни. Есть ручные, есть ручные. Он занимает очень мало места. По статистике ежегодно в России происходит более 10 тысяч чрезвычайных ситуаций, число пострадавших в которых превышает 30 тысяч человек. Учения с настоящим военно-полевым госпиталем позволяют наглядно оценить разные варианты действий, чтобы разработать рекомендации для всех лечебных учреждений России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok